Вольная борьба – хороший способ поддержать физическую форму и укрепить здоровье. На первый взгляд может показаться, что здесь нет сложных технических элементов, однако количество приемов, захватов, бросков достаточно велико, и весь этот арсенал является технически сложным. Чтобы правильно выучить тот или иной бросок, требуется до сотни повторений за каждую тренировку в течение нескольких месяцев. Учитывая тяжелые физические нагрузки, серьезные занятия рекомендуют начинать не раньше 10 лет. В спортивной школе «Ермак» пока набрана одна группа начальной подготовки. Хочется добиться результатов, хочется также пройти вперед, может быть, пасть на большие соревнования и заниматься спортом. В первую очередь я хотела потянуть фигуру свою, но это же как бы всем девушкам надо. Также я хотела улучшить свои навыки по физкультуре, чтобы у меня было легче заниматься. Дальше я не рассматривала танцы, потому что я как-то должна была, как-то меня кто-то обидел один раз. И вот я хотела отдавать задачи и пошла именно к секции «Вольно борьба». Занимается с девчонками мастер спорта Наталья Губарь. В прошлом она еще и тренер по дзюдо. После объединения «Ермака» и «Победы» ей предложили возглавить новое отделение. Наталья уверена, отличные выступления наших землячек на Олимпийских играх – лучший стимул для достижения высоких спортивных результатов. Живые примеры, которые к нам приезжают, которые приходят в группы, и они у них берут автографы, и они прямо горят в глаза. Только так. Мы говорим, что все реально, все зависит от вас, от вашего желания, от вашего труда, потому что нужен талант, труд и тренер. Они еще немного умеют, но они уже пытаются, где-то поплачут. Это тоже свой критерий оценки будущих чемпионок. Конечно, спорт высоких достижений по силу не всем, говорит Наталья Губарь. Главное, что занятия спортом укрепляют здоровье и закаляют дух. Ангелина Борисова, Наталья Бедрак, Филипп Назаров. Новости АМТВ.